Всем привет! С вами Йети и в данном видео я бы хотел поделиться с вами полезной и актуальной информацией по поводу отказа от курения и увеличения массы тела. Насколько она действительно может измениться, как этому противодействовать, скажем так, как легче бросить курить в том числе. В данном видео мы разберем все эти вопросы. Как вы, наверное, помните, 26 декабря 2019 года я бросил курить. На сегодняшний день прошло ровно полгода. И сначала я хотел бы разобрать свою историю, а затем дать вам кое-какие дополнительные рекомендации, которые помогут вам отказаться от никотина и при этом не сильно компенсировать в массе. Значит, первое. Когда я бросил курить, мое пищевое поведение очень сильно изменилось и я захотел есть больше. Кроме того, замедлился мой обмен веществ. Это связано с естественными механизмами воздействия никотина. Во-первых, он притупляет голод, а во-вторых, он при этом способен воздействовать на гипоталамогипофизарно-надпочечниковую ось, тем самым заставляя постоянно выбрасываться адреналин в кровь и при этом держать довольно быстрый обмен веществ в течение дня. То есть у курильщика в среднем обмен веществ значительно быстрее, чем у некурящего человека. То есть это отражается буквально там в нескольких процентах, но тем не менее это в любом случае будет сказываться на затратах калорий в течение дня. То есть один человек буквально может есть 2000 калорий и не набирать, другой там 2200 или 2100. Второе касается курильщика. После отмены никотина, во-первых, у вас увеличивается аппетит, причем дикими темпами, потому что у вас система вознаграждения просит, скажем так, побольше дефамина, потому что вы лишаете ее дополнительного источника гормонов удовольствия. Из-за этого вы само собой тянетесь к пище, потому что это довольно легкий способ заглушить, скажем так, вашу тягу к потреблению никотина и получить гормоны удовольствия. И во-вторых, у вас еще и замедляется обмен веществ из-за того, что больше скачков адреналина не присутствует в вашей жизни. И поэтому большинство курильщиков набирают массу. Я тоже не исключение, я тоже набрал массу, но я набрал ее в течение первых двух месяцев и я увеличил свою массу тела примерно в среднем на 3 килограмма. То есть, когда я курил, я весил примерно 94-96, варьировалась масса в разных состояниях на тот момент времени. После отказа от потребления никотина за первые два месяца я набрал примерно до 98 в среднем килограмм и иногда это доходило даже до 100. То есть, моя масса тела средняя увеличилась примерно на 3 килограмма, что довольно немного. А у других людей масса тела может очень значительно измениться за первые полгода. У кого-то на 5 килограмм, у кого-то на 10 килограмм, в зависимости от того, как на вас воздействует никотин. Если вы склонны к потреблению никотина во время какого-то серьезного стресса и вы от него сильно зависите, то, скорее всего, вы все это будете глушить пищей. Соответственно, почти все курильщики набирают лишнюю массу в течение первых полгода. Но я набирал конкретно 2 месяца, затем 2 месяца моя масса не менялась и я стоял на одном и том же уровне. И в последние 2 месяца моя масса тела начала снижаться и сейчас я вешу столько же, сколько я весил, когда начинал бросать курить. То есть, тогда я весил 94-96 и сейчас я попадаю в данные параметры. То есть, где-то 95-96 я вешаю и я при том же проценте жира нахожусь. Что стоит учесть? Я бросал курить довольно резко и я разобрал свой способ отказа от курения в одном из видео. Вы можете найти его у меня на канале, где я подчеркнул для вас некоторые способы, которые помогут отказаться от никотина. В плане психологии, да? Как изменить свои привычки таким образом, чтобы меньше тянуться к возврату к потреблению никотина. Но у меня был довольно небольшой стаж курения. То есть, 3 года непрерывно и я выкуривал там 1 пачку-1,5 пачки в день. У некоторых людей стаж курения значительно больше, чем у меня. И таким людям будет гораздо сложнее адаптировать свой организм под жизнь без никотина по следующим причинам. Во-первых, это серьезное привыкание к системе вознаграждения нашего головного мозга. Вы будете зависимы от потребления никотина 100%. И во-вторых, как раз-таки ваши надпочечники не могут нормально, ну точнее не то, что нормально, не могут функционировать так же в момент отмены никотина. Постепенно они восстановятся, улучшится чувствительность и так далее. У вас восстановится регуляция гипоталамы-гипофизарной надпочечниковой оси. Но, тем не менее, сейчас вы этого лишены. И вы будете лишены этого довольно длительное время. Так вот, из-за того, что мы резко отменяем никотин, мы начинаем набирать массу по двум причинам. Как я перечислял в первой части видео. Во-первых, потому что пытаемся свою систему вознаграждения поощрять с помощью еды, раз она не получает никотин. Во-вторых, потому что надпочечники нуждаются в постоянной стимуляции. Чтобы, по крайней мере, наш обмен веществ держался на том же уровне, на котором он держался во время потребления никотина и так далее. То есть, раньше мы модулировали свою стрессовую реакцию организма с помощью воздействия никотина на данную ось. Но сейчас мы не можем этого себе позволить. И как раз в период отмены, когда человек бросает курить, воздействие идет сразу на два фактора. И усиление пищевого поведения, и как раз-таки замедление обмена веществ. Так вот, чтобы плавно отменить никотин и в том числе уменьшить тягу к потреблению никотина, можно первое время использовать вещество, которое будет имитировать воздействие никотина, но при этом не будет вызывать серьезные зависимости, не будет вызывать привыкания как такового. И это вещество цитизин. Многие знают его под таким торговым названием, как табикс, и оно действительно способно имитировать воздействие никотина, точно так же воздействовать на гипоталамогипофизарно-надпочечниковую ось, заставляя вырабатываться адреналин скачками при потреблении его в виде таблеток. И таким образом, по крайней мере, пока будет перестраиваться ваше пищевое поведение, оно будет адаптироваться к снижению, да, так или иначе, в какой-то период времени, вы можете, по крайней мере, сохранять скорость обмена веществ. И таким образом это снизит, во-первых, скачок набора массы, потому что хотя пищевое поведение увеличилось, организм все еще имеет довольно быстрый обмен веществ, пока вы потребляете табикс. И в этот период будет перестраиваться ваша система вознаграждения, будет увеличиваться ее чувствительность, и, соответственно, вам будет гораздо легче, после отмены уже табикса, спустя определенный период времени, отказаться от потребления никотина, чем не используя табикс. И, во-первых, об этом говорят отзывы людей, которые обратились лично ко мне в момент, когда я записал свои первые 2-3 видео. Они сразу же написали мне в личку и сказали, что это хорошее средство, которое им помогло. До этого они не могли бросить курить, использовали табикс, и у них это получилось. Но вообще можно сказать, что, в принципе, курильщик в любом случае когда-то бросит, если будет делать регулярные попытки. То есть он может бросить на первый, на второй, на третий, на четвертый, на пятый раз. Большинству курильщиков требуется очень много попыток, но в конечном итоге человек в любом случае может бросить, когда ему совсем надоест курить. Но, тем не менее, у цитизина есть рандомизированные клинические испытания, которые показывают его эффективность. Например, если сравнить воздействие цитизина на отказ от курения в сравнении с плацебо, то он показывал на 59% большую эффективность. Что это значит? Что в одной группе, которая просто бросила курить, так как это сделал я без каких-либо веществ, например, бросили курить на самом деле и не курили в течение 12 месяцев из всей группы 100 человек, а в группе с потреблением цитизина в момент отказа от никотина бросили курить, допустим, 150 человек. Так вот, эффективность данного средства действительно была доказана. Кроме того, он не вызовет у вас серьезного привыкания. И я могу сейчас на экран вывести протокол его использования, в каких дозировках он необходим и на какой период. Так вот, данный протокол подразумевает, что сначала он потребляется довольно часто и в больших дозировках, и постепенно она снижается. Таким образом, за этот период времени ваша система вознаграждения пока адаптируется к новому уровню, отвыкает от никотина, но при этом гипоталамогипофизарно-надпочечниковая ось продолжает также функционировать, как при потреблении никотина. Потому что он как раз воздействует ровным счетом именно так же. Но от него будет гораздо легче отказаться. И после его отмены вы уже с легкостью сможете отказаться от курения. То есть, да, я понимаю, что вероятность все равно остается, что вы когда-то начнете курить. Но опять же, он показал свою эффективность в клинических испытаниях в довольно большом количестве. Поэтому, я думаю, стоит опираться на данный метод. И если у вас не получается бросить курить, то одной из возможных причин возврата к потреблению никотина может стать неправильная работа оси ХПА. В целом, она регулирует реакцию стресса в нашем организме. То есть, вы можете сорваться с гораздо большей вероятностью. Поддерживая ее работу, вы сможете пока отвыкать от потребления никотина. И тем самым вы в том числе снизите отскок массы. То есть, та же самая ситуация. Пока у вас пищевое поведение неадекватное, оно все равно будет какое-то время неадекватным, вы будете наедаться, но в то же время, пока у вас метаболизм будет на том же уровне, как у курильщика. А потом, в какой-то момент времени отключая, опять же, вы более плавно способны выйти из этого состояния. Опять же, я должен сказать, что у каждого препарата есть свои противопоказания, и вы обязаны с ними ознакомиться. Поэтому, я не врач, я не доктор, чтобы назначать вам что-то подобное, но могу сказать, что клиническая эффективность подтверждена. Отзывы людей, большое количество в интернете действительно присутствуют. И есть теоретическая часть доказательства того, что это поможет вам регулировать массу в момент, когда вы не потребляете никотин. И в то же время, это поможет снизить тягу к потреблению никотина. В общем, пользуйтесь данным инструментом и будьте счастливы. Это всё, что я хотел вам сказать в данном видео. В принципе, на этом всё. С вами был Йети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok